В этом кружке «Контекст» Сергей Маскалёв. Сергей известен в миру, в основном как изобретатель пункта свитчера. Знаете такой переключатель? Автоматические клавиатуры для Mac и для PC. Сергей Маскалёв, сотрудник Яндекса, специалист по современным информационно-коммуникативным психотехнологиям. Но также он является экспертом в ряде духовных традиций. Мы с ним вместе организовали первый ретрит Чогеланам Хайнарбу по традиции дзопчен в 92-м году в Москве. И Сергей связал свою жизнь также с очень важным, очень глубоким направлением суфизма, который представлен традицией Инаяд Кхана и издал все книги на русском языке Инаяд Кхана. Итак, Сергей Маскалёв о Карлосе Кастанаде. Здравствуйте, я хочу всех поприветствовать, буду пользоваться шпаргалкой. Но я хотел бы больше, конечно, поговорить о Карлосе Кастанаде, чем об Инаэд Хане или об информационных технологиях, потому что Карлос Кастанаде и его книги сыграли колоссальную роль в духовном поиске, в духовном развитии большого количества людей, ну, целое поколение, миллионы. И для начала я хочу рассказать историю. Мы как-то в 1985 году у нас в Зарайске был дом, мы сидели с Витей Пелевиным на краю нашего участка, он уходил обрывом туда, где внизу текла речка, монастырка. Вот, и курили мы большие опмановские сигары, курили их не так, как курят миллионеры, а курили, затягиваясь, доводя, так сказать, дым до самых глубин. И в какой-то момент в темноте из надвигающегося тумана стал возникать мост, и мы говорили, вот, кажется, мост, и, может быть, даже мы пойдем по нему, по этому мосту, и перейдем на другой берег. Вот, но потом мы докурили, забычарили их и пошли заниматься осознанным сновидением. То есть это была та точка, с которой дальше можно было бы продолжать, что мост нарисовался, он стал таким осязаемым и плотным, и мы пошли по нему, по этому мосту. Ну и так далее, и тому подобное. То есть с какого-то момента нон-фикшн превращается в фикшн. То есть есть некая такая развилка, где реальность и личный опыт человека легко могут соскользнуть в такой будоражащий, самовозбуждающий опыт нашей фантазии, такого свободного полета, который строят эти всякие воздушные замки. И в какой-то момент, занимаясь Кастанедой, а мы были участниками и свидетелями перевода вот всех этих первых книг, которые Василий Павлович Максимов делал в группе «Контекст», и множили их, и распространяли, читали, практиковали. И как теперь я вижу, уже на протяжении полученного опыта жизненного, я вижу, что существует определенное такое направление литературы вдохновляющей. То есть она не инструктивная, она вдохновляющая. Ну, там, откровенные рассказы Странника, там, письма Махатм, там, Блаватской, «Две жизни» Коры Евгеньевны Антаровой, там, «Чайка Джонатан Левингстон» Баха, «Мастер Маргарита» Булгакова. То есть многие люди в эзотерику, ну, вот в московских кругах пришли как раз первой книгой, которая их подвигла была там не Библия, не Евангелие, а «Мастер Маргарита». Прочитав «Мастер Маргарита», они хотели прочитать Евангелие, ну и так далее. Они дальше развивались. И вот эти вот книги вдохновляющие, они не являются инструктивными. То есть, прочитав «Мастер Маргарита», не будет духовной практикой качаться на люстре и стрелять из маузера. То есть она может подвигнуть человека на какой-то поиск, на обострение внимания к миру, но то, что там написано, нельзя воспринимать буквально. И когда мы этого не понимали в юности, и когда Карлос пишет, что я стоял на обрыве и там колебался, бросится мне там с этого, в этот обрыв с этой скалы или не бросится, и вот я, значит, бросился и очнулся у себя в квартире в Лос-Анджелесе. И большинство людей воспринимало это буквально. То есть они считали, что это нон-фикшн. А на самом деле Карлос использовал метафору. Он, скользя на попе, цепляясь за кусты чипораля, спустился к своей машине, сел в нее, 12 часов гнал по хайвею и вырубился у себя в квартире. Потом он утром проснулся, и для него это было броситься с обрыва. И попытки повторить эти прыжки с обрывов для некоторых людей, особенно в таких ретивах, очень плохо кончались. Почему? Потому что путали реальность и метафору. Можно привести еще одну такую историю. Есть замечательная книга Хемьёста Сторма «Семь стрел». Она тоже входит в этот компендиум такой литературы так называемых пластиковых шаманов, то есть таких современных шаманов. Хемьёста Сторма излагает учения индейцев племени Каен, дает некую систему, дает систему целительного колеса, потом мы у Кастанеды это видим. Там Дар Орла. Ну, то есть люди делятся на четыре категории по четырем направлениям. Юг, север, запад, восток. Западный человек – это человек, склонный к интроспекции, к самоуглублению. Это Дар Орла. Там Дар Бизона. Север – это способность мыслить. Юг, Дар Мыши – это способность чувствовать, жить в своем маленьком домике, собирать какие-то вещи, коллекционировать и так далее. И восточное направление – это Дар Медведя, это способность действовать во внешнем мире. И шаман, он вначале находит свою точку на этом целительном колесе, потом комплементарное качество достраивает, потом достраивает два других качества, ну и так далее. Там очень интересна эта система. Советую эту книгу. Она, по-моему, на русский не переведена, но поискать ее на английском. Она во многом объясняет шестой том, который называется Дар Орла, где Кастанеды первый раз знакомят с этой системой, организацией группы и так далее. Вот. И с этой книгой Химьоса Сторма произошла такая история. Она была опубликована в Harper & Row, большое американское издательство, огромным тиражом, была бестселлером, ну вот на волне интереса к Кастанеде. Вот. И в какой-то момент собрались старейщины племя Каен, выдвинули судебный иск издательству Harper & Row. В чем он состоял? В том, чтобы книгу с полок нонфикшн передвинуть на полку фикшн. Потому что они говорили, да, там, конечно, какие-то вещи есть, они правильные, но какие-то вещи он напридумывал, это никакого отношения к нашему мировоззрению, к нашей системе не имеет. И я не хочу сказать, что книги вдохновляющие не должны существовать. Они как раз очень важны, они являются точкой входа. И порог вхождения в такие вещи достаточно низок, потому что книга техническая, сразу описывающая какие-то технические сложности, она повышает порог вхождения, и только человек очень страстно стремящийся может этот порог преодолеть. Вот. Ну, что касается, что касается Карлоса Кастанеды, когда я понял для себя, что в какой-то момент, я понял, что это чушь, что не надо прыгать с обрывов, никаких этих голубых лазутчиков. Когда я понял, что это метафоры, мне стало легко. То же самое, как человек, читающий Библию, если он понимает, что и объяли меня воды до души моей, где описано путешествие Иона в Ките, и если понимать это как метафору, когда воды жизни начинают затапливать человека, и он ищет убежище в таком метафорическом ките, замыкается в нем, пережидает этот потоп, этот наплыв внешний. И когда ты воспринимаешь это как метафора, это нормально. Если ты воспринимаешь это буквально, тогда ты говоришь, какой кит, а решетка, планктон, а как он туда пролез, а как он там мог находиться без еды и воздуха в течение трех дней. Это ерунда, чушь, нонсенс. И вот это деление на знание метафорическое и знание практическое, если у многих людей это получается по инстинкту, то есть я знавал людей, которые инстинктивно выбирали правильные вещи, а вещи такие вот сомнительные, такие придуманные, которые, ну как Карлос Кастанет был писателем, вещи придуманные, они говорили, ну да, да, это хорошо, это есть, но допустим там сталкинг или наблюдение за знаками, понимаете, то есть есть такое понятие генерализация, то есть если человек осваивает какую-то простую технику, например, он начинает наблюдать за знаками, ну как там описано, два раза каркнула ворона, три раза каркнула ворона, вот, если он сознание свое вынимает, вот, который у него как клюв, в него самого туда закрученный, он варится вот в собственных каких-то чувствах и ощущениях, он этот клюв удода разворачивает наружу, он начинает смотреть на мир, то, и правильно эту технику он использует, то это оказывает колоссальное воздействие на всю его жизнь, не только на его духовную жизнь, но на его жизнь физическую, на его жизнь профессиональную, социальную и так далее. И вот у Карлоса Кастанеды много таких вот замечательных, кажущихся очень простыми, вот, но очень эффективных техник, которые можно использовать в повседневной жизни, они оказывают, оказывают большое воздействие. Вот, ну, конечно, надо различать, много людей, я знаю, остались без детей, потому что боялись потерять острию, вот, сейчас они уже пожилые, пожилые, как бы, острие вроде бы у них есть, но по ним и не скажешь, что оно у них есть, вот, и вот такая вот всякая чушь, конечно, ну, с точки зрения духовных традиций, там, суфизма, например, многие суфистские мастера, там, чудотворители и так далее, имели там по несколько детей, это никак на них не влияло, никакое острие у них это не отнимало, вот, поэтому, конечно, человеку дана возможность различать, смотреть, видеть, и я хочу еще раз поблагодарить и Володю, и людей, которые занимались переводами, и Василия Павловича Максимова, и Витя Пелевина, который редактировал первые пять томов издательствия «Миф», там, и Сергея Рокомболя, который делал иллюстрации, конечно, и тиражи тогда были, там, сто тысяч, двести тысяч, это огромное влияние оказало на, ну, как бы, придавая некую, такую ртутность, есть сознанию людей, потому что мы все-таки жили в обществе закостенелым, по определенным жестким правилам, и, конечно, с огромной благодарностью Карлосу, и вот к его этим чудесным книгам, которые, наверное, вы тоже читали, так как вы здесь находитесь. Сережа, а ты же публиковал статьи в «Науке религий», ты там сотрудничал, там же по вальному влечению тоже было у вас в редакции. Ну, да, действительно, я не знаю, там как-то такая политика редакторская не позволяла, как-то особенно, потому что там, ну, вещества, всегда это такая зыбкая, зыбкая тема, вот, но внутри редакции, да, ну, и Витя тогда Пелевин там часто бывал, и, конечно, это колоссальное воздействие. А как на Пелевина все это повлияло, ты же знаешь, ты же с ним общался тогда интенсивно. Ну, надо сказать, что он просто во многом он стал копировать и Селлинджера, и Кастанеду, ну, как личность, то есть уход от публичности и так далее, вот, ну, то, что стирание личной истории, как это называется. Но тут, понимаете, тут есть, и в этом смысле надо очень, ну, как бы поблагодарить Виктора, что, хотя соблазн был велик оказаться на полке нон-фикшн, он все-таки ушел на полку фикшн, вот, потому что можно было бы собирать потом там семинары, деньги и так далее, говоря о том, что учителя прислали, что там в Гималаях они там, в Соноре, там, но к ним доступ только через меня и через мои книги, многотомные издания, вот, и в этом смысле, конечно, Витя молодец, он этой ловушки избежал, и он писатель, и никакой он не духовный лидер, там, и так далее, но его видение, ясное видение, и такой этнографический взгляд на жизнь, на самом деле, просто немногие понимают, что, я расскажу немножко, я по времени еще не... Да, конечно, расскажи о чем-то. Вот, у нас в свое время в нашей компании, ну, это группа «Контекст», которую Виталий Михейкин и Валентин Куклев в 72-м году создали в Москве и переводили, в общем-то, весь первый сам издат, и буддистскую литературу, и Тимити Лири, и Грофа, и так далее, вот, Володя туда входил, он занимался трансперсональной линией, вот, однажды нам попалась книга, которая, это была какого-то немецкого этнографа, которая описывала Африку, и мы, значит, читали эту книгу, у нас волосы становились дыбом, там проход войск, вооруженных дубинками перед постаментом, на котором стоят вожди в окружении черепов, и так далее, и мы просто смотрели, и там нам сразу и Красная площадь, там, и какие-то вещи, которые нас окружали, все это мумба-юмба, мы стали все это называть мумба-юмбой, все вот эти раздачи орденов, там, и так далее, то есть в какой-то момент вместо того, чтобы злиться, мы стали смотреть на то, что происходит, как этнографы, как вот этнограф оказывается в какой-то стране, и он видит, о, смотри-ка, а потом он там сплюнул три раза, там, так запишем, там, вот, и, знаете, там много было ритуального у кумуняк, там, на письменном столе, там, стаканчик, карандаш деловой, там, красный и синий, отточенный, чтобы там в томике Ленина, там, подчеркивать, там, правильные места всякие и так далее, то есть много было такого ритуалистического, и Витя из нашей компании, будучи самым, ну, талантливым, человеком, способным на феноменальную концентрацию, он был ленинский стипендиат, отличник энергетического института, вот, наделенный такой способностью к высокой концентрации, он взялся смотреть на мир таким образом, и, и это дало впоследствии вот тот механизм, это был 1981-1982 год, впоследствии это дало ему вот этот механизм смотрения на мир вот таким вот образом, с видением его скрытых механизмов, с какими-то ассоциациями, параллелями, и вот такой этнографический взгляд, собственно, и стал порождением многих его книг, он как этнограф смотрел на то, что там Чапаев и пустота, он описывал вот как раз группу «Контекст», Василий Павлович Максимов был, Чапаев, там, Котовский с ним и с Рокомболей там водку пил там под Выборгом тогда. Конечно, Котовский это Сергей Рокомболь, Пулеметч Санка это жена Ани Николаева там, ну и так далее, Володин там, значит, басмач с человеческим лицом, это я, там он всех нас прописал, вот, потом он как перешел в другую компанию, там медиабизнес, реклама, он его стал описывать, как этнограф, то есть в какой среде он оказывался, он это описывал, вот, это все гениально, потрясающе, очень точно, и, ну, в общем, молодец, что сказать. Может быть, и Кастанеда использовал тот же метод, да? Может быть, да, он начинал как этнограф, начинал как ученый, но потом какой-то произошел синтез, симбиоз его способности ученого и писателя, потому что, ну, там же очень красиво все написано, понимаете, да, почему бы, у Булгакова здорово же, в час не бывало жаркого заката на Патриаршке, вот это же здорово, и у Кастанеды здорово, и это очень вдохновляет, вот, главное просто не наступить на картонную ступеньку, которую он иногда вставляет, когда личного опыта не хватает, и что-то нужно, стройность, какую-то придать, он как бы раз берет и придумывает, и вот люди, которые на это вот, на придуманное наступили, они, конечно, потом с проблемами выходили, вот, но тут уж, как говорится, как Бог вразумит, все, спасибо большое, что... спасибо, спасибо большое, Сереж, да, у Кастанеды, наверное, эмоциональный интеллект и культурный интеллект был на высочайшем уровне, там, по свидетельству тех людей, которые знали его близко, Кастанеды наизусть знал всю вершину, кастанеды наизусть